И может быть, только там, тогда, в том числе, тогда, в том время. Я больше и чаще с ним проводила в России, писала статьи, по-другому, по-другому. А сейчас у нас будет с вами два дня. Мы там за мной середины, которые мы вам хотели осудить, и я так понимаю, что они интересны, наверное, в перемешку. Потому что два дня – это мало для того, чтобы мы попробовали все, что мы хотели сейчас осудить с вами, интересно, открыто, полезно. Как это получится? У меня опыта такого, именно просто людей и сестра нет, но я думаю, что это будет по-моему. Потому что всегда я участвовала сестру в нашей церкви. Ну, вот так, как, сказать, как обычная сестра, когда поступает в разговоры. Я так думаю, что сейчас немножко себе подробно расскажу, потому что мой опыт перехода вот в эту церковь, в это здание, он, я думаю, обязательно кому-то поможет. Потому что многие из вас сейчас эти шаги делают, которые я сделала вас для него. И какие у меня были трудные, какие у меня были непростые, какие у меня были потрясающе интересные. И ни одного дня, когда я двадцатилетий, не пожалела, что когда-то я сюда зашла. Ни одного воскресения, которое я сюда приходила, я не сказала лучше, что я поспала, не могу по работе. Обязательно каждое служение, которое получало Бога маленькую подачу. То есть подачу росли, росли, росли. Сейчас я могу сказать, что я, наверное, одна из самых счастливых людей, потому что то, что в акции было, я им подозревала. И сейчас это всё не имеет. Я была аккорринная футбийская, как мы видим. Задержалась, слишком поставила разгон в трубах, и на это моя вера заканчивалась. И так я думала про жизнь. У нас, наверное, на каждом знакомом. У нас потеряны ниточки, которые у нас и наши клетки. То есть наши пробавки жили немножко по-другому, про пробавки ещё по-другому. Верующие люди, храмы, с семьей, с семьёй. Если кто не ходил в церковь, это были лица, какие-то черные люди, наверное. Это 100-200 лет, когда люди чётко думали. Как мы верили, это не нашим, но мы соблюдали все эти христианские принципы. И понимаешь, что думали, если люди думали, мы подоставляли гостей, перед выходом к закону. Они провели связь со своими мужьями. Мы говорили, что случилось с нами в последние годы, где-то стол, где-то не туда, где-то, где-то, где-то. Что мы имеем, когда-то, где-то. И от этого всё потихознучно. Я встала в этой церкви и узнавала, что это жила, я уже как-то писала, было только как хотела. Хотела я очень активно. Я по природе такой видела. Мама меня таманкой назвала. Я делала всё по жизни сама. Сама закончила в будущих лет, сама вышла как хотела замуж, сама развелась, сама пошла строить дома, дома, бани, в тех работах работала, тоже воспитывала. И я думала, для меня норма. То есть как для всех. Это была абсолютно спокойная часть. У меня не было каких-то серьёзных грехов, там, курения, и всё, некие стропочки. Ну, как все. И вот как все, потихоньку, где-то как-то там на греху, почему, я не знаю, не обитаемые, в условиях тысячи, почему одни отрываются, другие дни, почему уроки отрываются на эти маленькие пастуки, которые нам Господь делает в жизни. Он всегда это делает. Абсолютно всем. Но почему такое сердце не открывается? И так, наверное, открывалось. То есть, но Господь уже очень многовеки, многократно, разные варианты придумывали. Сейчас мы придумали, наверное, даже такие военные действия. Не больного придумали, а обстоятельства, использовали, что мы стали, как ты Бога, как Бога пришли. Вот. Кому я придумал такой интересный вариант. Я, человек, пишущий, идет на лист, и вот он мне стал подбрасывать темы, которые, каким-то образом связаны без Бога. Один раз я поехала в посолок Черкассии, в том, что через 50-летний, я думаю, моя водичная, моя дача. Тогда я только приехала в одну семью, которые были, когда я работал, молодежи, Фермеры. Фермеры, лесники, с Сашей, надо. Я начала с ними общаться, вводим. Ну, как-то интересно, они с собой общаются, как-то непривычно. Как-то так, у нас жизнь, или дети. Потом они говорили, а, я учусь, ну, я забрали. И вот, это, значит, Саша, мне постоянно звали, после 20 статей, написала про это вельминское хозяйство. Олечка, приходи на собрание. Ну, как-то, еще раз, дает объявление в газету, Олечка, приходи. И так, как мне казалось, навязчиво, настойчиво, когда нас зовут, вот, я начала, мучка, ну, ну, и тут-то было. Оля, ну, когда я приду, ладно, веду, ну, выбрала новый день, такое Рождество. Это был 2001 год, Рождество. 7 января, я жила тогда, за мостом, там у меня домик, баня, дочка, все хорошо у меня, вот, иду я сюда, искала я с окраины, почему-то никого нет, девочек, солнце, дождь, снег, я заблудилась, а потом, почему-то, сверху, я пришла, ну, вот, как пикап, заглянула, посидела, пошла наверх туда, просто ждала сюда ходить, где их один раз хожу, но другой раз не могу, мне здесь сначала все более привычно, то есть, я думала, что молиться это надо тихо, спокойно, вдруг люди замолились, все встали, еще было такое, как бы говорили на языках, мне, вообще, скунуло, вот, но тем не менее, нас хочет учить, в это время начинают учаться, часто с людьми, по красе, по работе, которые мне, потихоньку, что-то начинают говорить, один раз мне позвонил, человек, как мы говорили, у нас тут под корженом, есть очень интересная сеть, открыл какой-то центр, где там, наркоманы, на море, а вот, и там играют, включат, и что же там происходит, сходить туда, про ютуба, я же поехала, естественно, мне все интересно, не связи с боком, связи просто, что что-то необычное, я приехала сегодня, просто 8-й год, это еще было, было, куда-то сюда, и там, видела, что мне показалось, что это когда-то, как это говорит, марина, они собирались, находок, люди, рун, что в сердце, в жарках, в полном этапе, доме, вот, это было, сестра, это было, это был первый, в нашей территории, по-моему, даже вообще, украины, первые цены, это был, так откликнулся, на боли, моих матерей, потеряющих своих детей, наркотиков, от алкоголизма, это было, ответ Божий, потому что, вот таким образом, можно оказываться, спасаться, после этого, цены, только в журнобном веке, открывали цены, по всему, по всему, по всему, и везде, вот мы, мы собрались, потому что, мы тогда заплёкнулись, на путь, у нас было, много, точек, у нас была, корруппированная, поли-милиция, которая, все прошивала, у нас была, хорошая, транспортная, снабжение, и с юга, и с западной, и у нас тут, расцвело, погибали, пацаны, молодые, девчонки, родители, там, кидали, зажигательные бутылки, она еще не помогала, и вот, когда вас забили, к Богу, спаси, вот таким образом, открывается пациент, я туда попадаю, попадаю, смотрю на это все, и думаю, Боже, этот, наверное, какой-то спит, куда-то попало, было не по себе, но был текст, я написала эту статью, а потом, я не знала, что это уже вышли, написали, что я там видела, что мне рассказывали люди, они ранены, и понимали, что такое не спать в вас, и я сплю, но нам не договорились, и я сплю, у меня росло кофе всего, потому что, это люди, которые истинно прорвались в Богу, так сказать, или чудеса, чудеса непроятных, и я это все не назовекалась, я это все написала, и мне это только, она написала, но она едет сама, давайте с ним молиться, там мне рассказывали, Аня Шепешанин, который, здесь очень мощный служитель, а он тогда прорвался, тоже к Богу, или в Италии, и тогда он приехал сюда, меня спросили, кто по ней славится, служить, он следовал, и я говорю, что Аня Шепешанин не видела тогда, это было там, очень-очень интересное было, первое общение, с этими милитантами.